У меня трое детей. Старшей дочке Оксане 25, вот будет. Дэвиду 24 и Данику 14. В служении я попала сразу, как приехала, потому что я понимала, в Казахстане я в другом служении была, у нас была такая рука помощи, мы кормили бездомных, мы им проповедовали. В общем, сюда я приехала, Лена Марысева подошла, надо служить, приходи. И я, как говорится, не разбиралась, есть у меня это помазание, есть у меня желание. Я говорю, да, потому что я понимала, если я сейчас приеду и сяду на скамейку, я буду сидеть на скамейке. Я говорю, да, я пойду. Я пошла, было очень трудно поначалу, потому что я никогда не служила с детьми. Я не знаю, как с ними, ну, подходы, как с ними это. У нас уроки давали нам, например, у нас есть такая программа, есть золотой стих библейский, потом есть тема, потом какие-то поделки, потом какой-то пример, там, потом игры. Ну, вот с детьми такая программа. Ну, и первое время я просто открывала это и читала, и вижу, что им неинтересно. Они будут под стол залазили, и я думаю, мне что-то самой неинтересно. Потому что, знаете, просто читать вот это по листочку, это, ну, господи, что же с этим делать-то, как с ними. Потому что дети, это не взрослые. Мы можем ведь сделать, что нам интересно, да, мы можем где-то внутри дрематься это, а дети нет. Они все, по идее неинтересно, он будет под столом сидеть, все. Значит, ребенка нужно держать в таком тонусе, чтобы ему было интересно, чтобы его с разным возрастом, с детьми по-разному надо. Ну, у меня сейчас группа где-то 6-5 лет, 7-8, да, вот, были меньше это. И, в общем-то, цель, цель воскресной школы, да, чтобы ребенка, как написано, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Так же касается и детей, потому что мы знаем, что ребенок рождается, он уже с этим, дамовская природа, этот, грек, который живет, да, даже маленькие дети, они маленькие манипуляторы, да, знаешь, кричит, взял, успокоился, значит, а, окей, понимаете, это уже, уже внутри ребенка живет, да, у каждого человека. Но у ребенок также, ему нужно спасение, ему нужно рождение свыше, как сказал этот, когда Никодин пришел к Иисусу, да, что он сказал? Он даже не стал, как говорится, этот диалог вести, он говорит, тебе нужно родиться свыше, да, тебе нужно это рождение свыше. Он говорит, как я, там, вот, робу к матери вернусь, он говорит, ты, учитель Израиля, не знаешь таких простых вещей. Вот то же самое, наша цель, ребенка привести к покаянию, потому что они тоже так же согрешают, и этот грех, который живет в них, и вот эта цель, оно происходит в разном возрасте, по-разному, насколько дети научены. Просто я много видео смотрела вот этих вот мусульманских странах, в Индии, там, в Африке, намного открыты, они переживают очень сильно Бога, они просто реально переживают, потому что, ну, наверное, там, вот эти все эти притеснения, вот это все, как говорится, как первоапостольская церковь росла, да, как бы, как бы, тьма сгущалась, но свет еще ярче светил, и вот в этих странах дети настолько тоже вот открыты очень сильно для Бога, это очень ценно. Я это своим детям показываю. У нас дети хорошие, но они другие, они, как говорится, нужно действительно, ну, всем нужно спасение, всем нужно вот это вот рождение свыше, вот эти переживания с Богом, и понимание, что ты все-таки грешник, и тебе нужен спаситель. Я просто много вам не буду рассказывать, потому что это детское служение, дети где-то на 85-90% воспринимают слово, когда они слышат, когда они это видят наглядное что-то, и когда они там записывают это, когда просто чисто ты говоришь, это, ну, 30% они восприятия детского внимания уже, но когда это, как говорится, идет в комплексе, они в этом начинают переживать эти все переживания, и участвуют, и легче, как говорится, до них достучаться, и дать то, что Господь вот дает нам, и поделить. Вот сейчас это, можно я сейчас вам, вас хочу задействовать, потому что вы, это детское служение, и как Слово Божие говорит, да, будьте как дети, да, вот это вот состояние, почему Иисус говорит, не ставите до ребенков, да, не уйдете, Царство Божие, да, мы думаем, ну что там дети бегают там, нет, почему, почему такой пример, потому что дети, они более открытые, они более честные, и если, они, если что-то получают, они, они понимают, что это вот, как с родителями, да, вот это вот, мама, папа, да, они им доверяют, да, они доверяют, и мы уже больше как-то бывают головой, там, логикой своей, там, какой Бог, что, а, Бог любит тебя, дети по-другому это реагируют, Иисус любит, Он умер, Он воскрес, ради тебя, окей, они принимают это, ну, именно вот это преподнести правильно, вот смотрите, я просто немножко такой пример хочу вам показать, а, нам нужен, нам нужен, знаете, кто нам нужен, нам нужен ангел один, так, кто у нас будет ангел, ты будешь ангелом, ну, иди сюда, будешь ангелом, окей, смотри, вот здесь у тебя будет такая вот книга, где будут записаны, дайте ручку ребенку, пусть она будет, да, здесь будешь писать имена тех, тех, как будто, грешников, которые покаялись, и приняли, вот, давайте сделаем себе настоящего ангела, так, вот, видите, какой у нас ангел, с крыльями, так, на обеликсе похоже, а с обеликсе и обеликсе, так, давай, ручку, сюда, с вами, дурочку, как таково, это у нас ангел, да, за нас, за ванглайдинг, вот здесь вот встанем, сюда, вот у тебя книга жизни, сюда, ты будешь записывать имена тех людей, которые через покаяние, так, сейчас, рука степает, я хотела, когда мы пользовались в туалетной бумаге, ладно, сделаем такую черту, так, мы все будем участвовать, да, хорошо, я вам объясню, как это все у меня там операторы, да, смотрите, в духовном мире, да, как ребенку объяснить, что ты должен прийти к Иисусу, да, куда прийти, как, знаете, такой пример был, в воскресной школе, на ветке сидит, так вот, пушистая, с таким, рыженькая, с хвостиком, кто это дети? Ну, они знают, что они в воскресной школе говорят, Иисус, это неправильно, да, мы знают, что это, понимаете, и, ну, вот детям нужно объяснить, как прийти к Иисусу, мы говорим, через покаяние, да, вот, вот, смотрите, это земля, это земля, где грех, где просто дьявол, он разрушает людей, да, но вот через вот эту черту, когда ты каешься, ты приходишь на небо, да, здесь встречает ангел и записывает твое имя в книгу жизни, да, вот, и мы сейчас будем практиковаться, Гена, первый пойдешь? Да, ну, просто, вот как у нас в Церкви выходит, да, кто хочет принять Иисуса, да, выходите на покаяние, да, и люди начинают, вот, вот так вот, ты сейчас ребенок, ну, как ты определись, какой у тебя возраст? До десяти, да? Окей, хорошо. Все, ну, так хорошо выглядишь, Гена. Так, вот, я буду сейчас говорить, а ты повторяй за мной, Гена, мальчик, где Гена? Вот, а мы все будем радоваться, потому что написано, об одном гающейся грешнике все небо ликуют, да? Так, так, готов? Ты молодец, да. Дорогой Господь, прости меня, прими меня, как свое дитя, я хочу служить тебе, всей своей жизнью, во имя Иисусе, аминь. Аллилуйя, ты переходишь от царства тьмы в царство света, переходи, здесь встречает ангел, спрашивай, ангел, как имя спасенного? Такое имя. Да. Гена. Гена. Записывай вот сюда. Просто записывай. Как хочешь, да. Все. В общем, у нас уже есть спасенный один мальчик, Гена. Садитесь, пожалуйста. Так, кто у нас следующий грешник? Просто я вам показываю такие наглядные вещи, чтобы вы понимали, чтобы дети, у нас детей много, и когда вот каются, они все аллилуйя кричат, чтобы это было как ангелы. Иди сюда, Инечка. Девочка, Инночка. Вот. Давай. Ты хочешь принять Иисуса, да? Да. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, да? Чтобы Бог в твоей жизни был, да? Да. Да. Хорошо. Повторяй за мной. Дорогой Господь. Дорогой Господь. Прости меня. Прости меня. Все мои грехи прости. Все мои грехи прости. Прими меня. Прими меня. Как свое дитя. Как свое дитя. Я хочу. Я хочу. Всю свою жизнь. Служить тебе. Служить тебе. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Переходи. Аминь. Мы Царство Света. Аллилуйя. Записывай имя, ангел. Ида. Ида. Записывай. Вот. Все. Теперь ты дитя Божье. Аллилуйя. Господь любит тебя. И теперь будет тебя вести по этой жизни. Кто следующий? Костя. Да. Костя. Как вас девочка зовут. Лена. Как и меня. Аллилуйя. Хочешь принять Иисуса в свое сердце, да? Чтобы твоя вся жизнь изменилась, да? Чтобы все грехи Бог простил, да? Повторяй за мной. Дорогой Господь. Дорогой Господь. Прости меня. Прости все мои грехи. Прими меня. Как свое дитя. Я хочу. Всю свою жизнь. Посвятить тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Переходим от Царства Тьмы в Царство Света. Аллилуйя. Записывай. Лена. Лена. Все. Дитя Божье. Остался еще один мальчик Костя, да? Хорошо. Мальчик Костя. Хочешь, чтобы Иисус пришел в твое сердце, твоя жизнь изменилась? Через молитву покаяния, да? Повторяй за мной. Дорогой Господь. Дорогой Господь. Прости меня. Прости меня. Прости мне все мои грехи. Прости меня все мои грехи. И прими меня. И прими меня. Как свое дитя. Как свое дитя. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Переходи от Царства. Царство Света. Записывай имя. Костя. Костя. У ангела крылья отвалились. Хорошо. Я вам показала такой маленький пример, как ребенку показать вот такие вроде бы простые вещи, в то же время очень важные. Они своими устами исповедуют, что я грешник, я нуждаю в спасении, просят прощения. И вот, в общем, вот такой вот, как говорится у нас, такой пример. В этом губике все Евангелие. Вот это вот, да. Сейчас я... Так, подождите. Вот. Смотрите. Вот это вот человек, который грешник, да? А вот это Божий Свет, да? И человек нуждается в спасении, да? Вот. Вот, смотрите. Для этого Иисус пошел на крест, вот, взял все грехи каждого человека, да? Он пострадал и был погребен. И что с ним случилось? Он на третий день воскрес. И что произошло? И открылась эта дорога. Дорога в небо. Вот. Через эту жертву Господь открывает. И Он протянул, протягивает нам руку с неба, да? Что мы просто, действительно, мы Его дети, мы Его друзья. Вот. Такой вот тоже, знаете, наглядный пример для детей очень, он это, важно. У детей также есть нужды. Они молятся за своих родителей, за своих близких. Они даже открывают нам какие-то вещи интересные, что происходит в семье. И дети очень... Бывает, ребенок думает, что он ничего не слышит, не видит. Нет. Он все слышит, он все видит, он все переживает. Но он на своем уровне. И вот именно вот с ребенком нужно найти этот контакт, чтобы он, во-первых, открывался и смог довериться, и мы могли бы помолиться. Смотрите. Вот такие карточки. Я раздаю детям вот такие карточки. Вот. Синяя карточка. Это нужно просто взять и подумать, посидеть. Какой грех, например, в эту неделю что-то ты сделал плохое, да? И оно вот сидит в себе, да? Хочется просто покаяться. И вот, Гена, вот посиди подумай. М-м-м, пускай. Мальчик Гена где ходил? Это бумажки. А? Может, не хватит. Хватит, хватит. Вот это желтая бумажка. Это какая-то молитвенная нужда, за кого-то помолиться. Вот. А вот эта беленькая бумажка, это бумажка благодарность. Благодарит Богу. Вот я детям раздаю такие... Давай тебе тоже. На, вот беленькая. Синенькая, ты поняла, да? Да, да. Да, да, вот. Держи. Беленькая бумажка. Мурненькая. Так. Держи. Так. И давайте просто внутренне, как вот, закроем глазки и помолимся. И Господь пусть покажет тот грех, или кого-то обманули, или что-то сделали неправильно. И оно у вас это... И чтобы мы смогли, если вы не хотите громко говорить, можете, как говорится, тихо, но попросите у Бога прощения. В общем, мы поднимаем это вот, кого есть. Просто сейчас и, дорогой Господь, прости меня, называйте свой грех, как вот, Господи, просто я прошу у тебя прощения. Я нуждаюсь в твоем прощении. Помоги мне просто не делать это больше, да? Во имя Иисуса, да? Вот. Потом мы берем желтую карточку. И у нас есть всегда какие-то нужды за кого-то помолиться. Кто-то болеет, да? Кто-то неспасенный, друзья, соседи, родители, там, ну, неважно. Вот тоже, дорогой Господь, мы приносим пред твоим лицом, Господи, вот эти души, Господь, исцели, спаси, благослови, Господи. Мы им называем поименно. Просто, Господь, приди в эту жизнь, приди в эти жизни, Господи. Спасибо тебе. Аллилуйя. И понимаем вот эту бумажку беленькую, да? И мы говорим, Господи, спасибо тебе. Спасибо тебе за это прощение, Господь. Что ты простил все мои грехи, Господь. Что ты принял меня, Господи, сделал своим детем, Господи. И что я имею вот эти взаимоотношения с тобой. Я тебе благодарю, Господь. Благодарю тебя во имя Иисуса. Аминь. Вот тоже как-то, знаете, как наглядно такие вещи, которые для детей очень важны. Они эти бумажки разбирают, им это интересно, так, за эту бумажку, так помолюсь. Вот. Вот это и дело. А потом, когда мы уже... Смотрите, когда мы уже приняли спасение, да? Бог нас простил, да? И у каждого есть какие-то дары. Обязательно. У кого-то разные дары, да? И в Божьем сердце есть это, да? Вот смотрите. Так. Вот. Верность. Доброта. Вот такие плоды. Мягкость какая-то. Что здесь еще? Любовь. Терпение, да? И вот эти плоды в Божьем сердце. И это, вот эти дары Духа Святого, они в каждом у нас есть. И очень важно, и мы с детьми молимся за эти дары. Потому что, понимаете, вот есть даже, например, дар веры, да? У нас, значит, у всех есть эта вера, да? Но у кого-то есть эта дар, что можно даже в горы передвигать. Я читала про одного предповедника, я не помню, он сто лет на нас жил, как его вер там. Я забыла, честно, не буду сейчас обманывать. У него было очень много детей. В то время было просто, знаете, реально бедная очень семья такая была. Он сожжал детей, ставил пустые тарелки и просто молился. Говорю, Господи, благослови эту пищу, мы знаем, что ты не оставишь. И кто-то ехал рядом, и говорит, я не смог проехать рядом, потому что я знал, что я должен прийти и благословить едой. Понимаете, вот есть какой-то дар веры такой, что действительно человек, и у каждого есть вот эти дары, которые нам нужно узнать, развить, и чтобы этими дарами служить, да? Еще дети – это будущие евангелисты, будущие миссионеры, да? Будущие пастыря, понимаете, в них это заложено. И мы, как учителя, должны, как говорится, развить этот дар. Мы уже вот видим, где-то вот этот молитвенник, вот этот вот учитель, вот это, в них это уже видно. Вот да, вот сможешь, как он молится, как он уже, вот слово даже пересказывает, как-то с какой-то интонацией, начинаешь с какие-то примеры. Или что, очень, у нас там есть один мальчик, Ибрагим, тот вообще переписывает псалмы, прям целая книжка у него, он 10 лет, да, он переписывает. Как он их переживает, печатают ему, печатают ему, такая вот это, да, понимаете, вот уже, он говорит, я буду пастырем. В нем уже вот это вот сидит. И вот это вот очень важно в детях открыть, вот это вот, кем они будут. Потому что, знаете, когда маленький ребенок, это окей, но когда вот этот вот тинейджерский возраст, они в таком состоянии, я даже читала, как, они вообще не понимают, в каком они мире, что с ними происходит. Они не понимают, кто они такие, для чего они здесь, на этой земле, их никто там не любит. Знаете, вот это, гормоны, вот это, вот это очень трудное вот переживание этого возраста. Вот как до этих детей тоже донести, что их учителя любят, что их Бог любит, что их родители. Они думают, что родители не понимают, они болен, они уже ничего, отсталые там. Ну, такой возраст, он правда, вот этот непростой возраст. Но они сладкие, они все равно, с каждым можно построить эти отношения. Это очень важно. И вы знаете, действительно, вот воскресная школа, вот посмотрите даже на нашу церковь. У нас очень мало молодежи, да, если вот чисто так, да, по словам, мало молодежи. Ну, есть. Есть, но не так, не много, да. Да, и дети, вот этот возраст, Оксана с ними сейчас занимается, я очень рада, что это. Там уже вот человек 15, 18, и у меня так сердце радуется. И это будущее церкви. И это вот действительно, что мы сейчас вот в них посеем. Как мы с ними построим отношения. Или они пойдут потом в американские церкви, туда-сюда, или они станутся в нашем доме. Понимаете, вот как мы, как... Вот для меня Батшалом, это моя церковь, это мой дом, правда, я люблю своих пастырей, я люблю свои служения, я люблю свою команду. Я люблю, это мой дом. У меня болит сердце, когда вот молодежь вот не хотят этих... А сейчас интересно. Оксана здесь с ними это занимается, потом они идут в кино, вот ходили в лунопарк, строят построение вот этих отношений. И нужны служителя, но не просто, знаете, люди, которые, а, я пойду, а вот это посвящение, вот просто, знаете, молитесь за это. Потому что легко, вот сейчас закончите библийский каус, можете обратно сесть на эти скамейки, ничего не изменится, и это будет просто идеология. А вот это вот, понимаете, воскресная школа, это как фундамент, потом, даже если, например, это не ваше служение, допустим. Но здесь можно, здесь, как говорится, высвобождать многие вещи. Ты можешь проповедовать, ты можешь, там, я не знаю, евангелистом быть, молиться за детей. Можно, как говорится, если ты ищешь, если ты не хочешь сесть на эту скамейку церковную, это самое лучшее место, вот, построить это. Мы с детьми выходим, мы в мяч играем, в классики играем, что только не делаем, понимаете? Это очень важно, вот эти отношения с детьми поступить, не так вот, я учитель, там, а вот нужно вот спуститься на этот уровень, а потом их оттуда, чтобы в то же время, и, как говорится, вот этот баланс не потерять, чтобы они тебя, как говорится, по плечу не хлопали, и в то же время можешь и поиграть, как ребенком стать. Вот это очень важно, и это так здорово, когда ты вот просто как ребенок начинаешь. Ну, недавно так танцевали на бодрике, это отдельная тема. Ну, это очень здорово, вот просто вот такие примеры. Потом еще... Сейчас я вам хочу показать, что Павел, он, да, он говорит, что мы все стремимся к какой-то награде, да, мы в этой жизни, ну, как, вот я верующий, и все. Нет, есть даже вот взять эту мирскую жизнь, да, там, например, спортсмен, да, чтобы получить какую-то медаль первое место, что он должен там в день, я не знаю, 5-6 часов тренироваться, да. Если этот спортсмен будет лежать на диване, смотреть телевизор, а потом, о, сейчас я побегу, и куда он побежит? Ну, никуда не побежит, он в верхнем месте будет. Ничего не завоевает, так же и духовно, да. Если мы, как говорится, начинаем, вот у вас, я не знаю, как вы выбрали там связь служения, что вы это, просто молитесь за это, это очень важно. Понимаете, когда ты в служении, ты имеешь ответственность, у тебя уже это ответственность, ты знаешь, ты должен, во-первых, если даже что-то там, это, господи, прости, я хочу прийти, как говорится, это, в правильном сердце, да, ну, мы же все люди, да, и там что-то терпения не хватило с детьми, или же, и вот по дороге сидим, господи, вот там покажи, я не хочу все, все оставляю, прости меня. Идешь, ты уже готовишься дома, ты уже, у тебя есть ответственность. Человек, верующий без ответственности, у него нет ни цели, у него нет никаких-то планов, он просто пришел, послушал, это такая хорошая проповедь, ну, так, да, неплохо, а это хорошее, а что дальше, а что дальше? И, как вот пастырь говорит, и многим мы ходим, такие, вот такие большие головы, да, тоненькие ножки такие, и вот такой вот, как, знаете, недоразутые, это правильно, в духовном смысле, а когда у тебя уже, ты есть какая-то ответственность, ты вот взял, я буду в этом служить, я буду это делать, я, как говорится, в свое сердце буду предлагать, и, как написано, да, будете верны в малом, над большим поставленным, вот это правда, вот в этом малом, когда мы верны, когда до тебя могут положиться, когда, да, я приду, да, я буду, я буду там ряшером, или кто-то, уже это ответственность, это очень важно, и уже мы как, ну, вот как в доме, да, муж, жена, дети, да, и каждый месяц свою ответственность, да, кто-то там деньги зарабатывает, там, женщины на кухне, там, или работают, и дети тоже что-то должны, каждый имеет свое, так и в нашем доме, вот, и мы все стремимся к какой-то награде, да, мы хотим, не просто так, говорится, бежать, а что-то получить от Господа, да, потому что Господь обещал верных будет награждать, вот, вот такие. Еще пять минут, ничего, если я вас, да, потому что поздно, чтобы вы когда-либо, смотрите, я вам тоже такой наглядный пример, сейчас, минуточку, синяя папочка где-то была, я ее засунула, Арнамон, вот такие. И очень много разных тем, да, разные это, есть, как, тема вознесения, да, мы знаем, что за нами придет Иисус, да, и возьмет нас к себе, да, и вот как детям показать эту тему, да, как это будет наглядно, да, вот смотрите. Вот это, это человек, грешник, видите, вот грех живет там, внутри, и он вот ходит с дьяволом, да, и он, вот эта ниточка, он соединял с ним, да, и вот он сюда пошел, и человек, вроде бы неплохой, не хочет, но вот эта связь есть, он ничего не может сделать, смотрите, но в жизнь человека приходит Иисус, и тут связь, он обрывается, да, вот, и что наш Иисус делает, смотрите, он берет, вот этот наш грех, смотрите, вот этот наш грех, видите, я бы тут помету, ничего, и он написал, что грехи бросают за хребет, да, все, те грехи, нету, да, Господь взял все грехи, вот, и свое время, наверное, вот на этом и еще, смотрите, Господь говорит, я приду за своей церковью, да, чисто, без порока, да, святой, вот, смотрите, мы уже чистые такие, да, вот, сейчас надо ровно сделать, сейчас. Смотрите, вот, смотрите, мы ждем, мы ждем нашего Спасителя, да, смотрите, и он придет за нами, да, смотрите, Вот так вот, Господь придет за нами, и заберет нас в свой Дом Небесный, с вами Лея. Вот, смотрите, тоже, это наша жизнь, да, вот она вот, вот наша жизнь, мы ее заполняем, да, мы ее заполняем, да, ну, что у ребенка, когда ребенок покалывается, он имеет уже это отношение с Богом, да, это важное такое, да, потом у ребенка есть еще разные обязанности, ходить в школу, там, уроки делать, да, будь посуду, да, убирать в своей комнате, там, да, и, ну, в общем, там, спортом заниматься, и, в общем, все вот эти вот, все эти обязанности мы наполняем своей жизнью. И потом очень много всякой-всякой, как говорится, пустоты, да, там телевизор, там дымо такое, знаете, побегал, поплясал, поэто, да, и вот смотрите, наша жизнь, да, и вот это, она наполняется всякой, как говорится, суетой, что у взрослых, что у детей, и вот это главное, оно где-то уже, где-то над ней, вот даже не видно, понимаете? И вот такая наша жизнь, и что мы выберем? Или мы будем наполняться действительно Богом, Его планами, да, или мы свою жизнь наполним этой суетой, да, этими пустыми делами, которые ни к чему не ведут, но нам кажутся, такие важные они, и вот такая вот жизнь наша будет, что мы выберем, вот, вот так вот тоже детям мы такие показываем. Они приходят просто так, раз, и ты поверил, да, ты должен какое-то усилие приложить, или если ребенок еще плохо читает, он должен у родителей просить это. У меня тогда Оксане было лет 7, наверное, она очень сильно заболела, там еще в Казахстане было, у нас такие морозы были, под 40, в общем, зима страшная, температура, кашель, и это, я говорю, ты останешься дома? Она говорит, нет, я пойду в воскресную школу, ну, они, я уже их родила, веру сейчас было, я говорю, нет, ты не можешь пойти, там такой холод, спрашивайте, она говорит, я пойду, Иисус меня исцелит, 7 лет, не больше. И, короче, она как уперлась, она отделась, щелки красные, помню, горит вся эта, и, в общем, отвезли мы от пункта, Аксей взяла все это. Приходит с воскресной школы, ничего нет, ни температуры, ни кашель, ничего. Я просто сама, ну, боже, прости меня, я хотела ребенка оставить, а в ней была уже эта вера, она говорит, нет, мама, ты же говоришь, что Иисус исцеляет, а ты, говоришь, теперь я дома должна, если он исцеляет, я пойду. Она еще такая, в детстве она так любила, Бога сильно, трое детей, все такие разные, но в ней вот это, молилась, и часами, маленький ребенок, и прямо я говорю, Оксана, ложись спать. И слышала она, господи, прости меня, господи, там колботки порвала, маму не слушалась, ты прости, ты прости папу, потому что он не верит в тебя, и целый час, потом рыдали, господи, в маленьком ребенке, понимаете, уже это было вот это ходатайство, эти молитвы, они заложены Богом, и это очень ценно. И в каждом ребенке это есть, вот это то прекрасное, вот. И вот просто, действительно, ребенок просто, я как маму побоялась, она получила исцеление. И много таких вещей, которые, когда мы прилагаем в свою веру, да, Бог приходит, Он нас не обманывает, но вера, это она отслышание. Вот детям мы и говорим, чтобы они это слышали, они практиковались, мы практикуем с ними молитвы друг за друга, это очень важно. Недавно я просто, типа старшие дети, они уже так многое знают, и говорят, помолитесь за нас, учители, мы так выстроились, они за нас, давай молиться. Так здорово, так молились с сердцем, это вот, ну, вот такие моменты очень непрекрасные у нас. И воршип, они вот их слушают, они прославляют Бога, и, в общем, воскресная школа, это просто чудесное место. Ну, и последнее, что я вам хочу показать, наглядно, да, вот смотрите. Вот это вот наши грехи, да, когда мы просим у Бога прощения, да, выходите все сюда. Мы, да, мы просим у Бога прощения, да, мы просто их сюда кидаем, да, бросайте, все, бросаем, да, и что делать? Давайте возьмите эту. А, и Господь покрывает их, да, покрывает, вот, через его кровь. Где наши грехи? Они покрыты, да, нету, да, вот так, у Бога вот такое сердце, что всегда есть у нас шанс прийти и сказать, Господи, прости, и Он покрывает своей любовью, своей кровью, своей просто чистотой. Вот, в общем, я вот поделилась с вами, и я вот просто вам, как говорится, рекомендую, молитесь, чтобы Бог открывал эти служения, и вы тогда, ваша жизнь начнет, она новыми красками заиграет, этой радостью, потому что блажение давать, чем брать. Потому что мы привыкли, давайте, пастыря, давайте, кормите нас, кормите, ну, уже нужно отдавать. В общем, я вас благословляю, я очень рада была с вами, вот, что мы вот так вот, да. Вы такая вселенная радость. Спасибо. Спасибо.